Вот так радостно и весело открывает свои двери детский сад родничок в Пседахе. Его строительство ждали все жители села. Слова благодарности звучат и одошколят. Всем спасибо за подарок детворе. В нашем доме так красиво и внутри его дворе. Почетным гостем на праздники стал Махмуд Алик Алиматов. Глава региона поздравил всех присутствующих с новым дошкольным объектом, который станет еще одним украшением села. Веселых и активных будней, много друзей, самых теплых впечатлений он пожелал и детям. Каждый раз радуюсь, восхищаюсь тем, что удается и есть возможность построить для вас уютный дом, дом-садик. Я очень рад, что это светлое, доброе помещение принесет вам первые слова, первую дружбу, первые отношения в обществе. Вы будете знать многое того, когда-то вы вместе. Вы будете дополнять друг друга. Вы все, как бы сказать, наши, но вы разные. Но вот это вот и будет соединять. В любом случае радость большая для родителей, радость большая для воспитателей. У нас сегодня 16 школ и уже 9 детских садов сегодня у нас новых. Это работа для ваших мам, для наших сестер, для наших снов. Всегда здесь очень трудолюбивые, хорошие люди. Я здесь бывал. Ну а после поздравительной речи Махмуд Али Макшерипович получил золотой ключик от рук детей и вместе с ними поучаствовал в торжественной церемонии открытия дошкольного учреждения. Аудитории для групповых занятий со своими игровыми зонами, санузлами, раздаточными для еды, спальные помещения, спортивные актовы залы, кабинеты и зону отдыха для детей и родителей, просторный пищеблок со всем необходимым оборудованием. Все это глава региона успел оценить во время экскурсии по учреждению. Все видно, все хорошо. Я вижу. Несколько лифтов, вентиляционная система, видеонаблюдение. Подрядчик постарался учесть здесь все. Особое внимание тут уделили и безопасности для детей при пожаре. На каждом этаже установлены пожарные гидранты. Снаружи 10 противопожарных выходов на каждую группу. Детский сад станет вторым дошкольным учреждением в селе. Первый, рассчитанный на 120 малышей, был перегружен. Сейчас в селе порядка 360 детей дошкольного возраста. С открытием этого здания решится вопрос с очередностью. Хотел бы выразить и благодарность Министерству строительства, главе нашей республики Магмуду Алиму Акшириповичу за такой подарок. А селу он нам крайне необходим был. В действующем садике было перевыполнение. Данный объект рассчитан был на 120 мест. Туда посещало более 150 детей. И поэтому данный садик нам крайне необходим был. В принципе, на сегодняшний день у нас уже очереди нет. Дети сюда уже вмешаются. У Митина Гордолуева четверо детей. Совсем скоро ходить сюда будет ее младшая дочь Халима. Старших отдать в первый детский сад у нее не получалось. Поэтому строительству этого дошкольного объекта она очень рада. В садик никто не ходил из-за того, что в садик далеко находился. Сейчас вот этот открыли. Мы очень рады из-за того, что вот этот ближе хотим отдать. Дочку хотела садик? Прям очень хочет. Всегда. Когда мимо проезжали любого садика, всегда вот садик, садик, хочу садик. Двухэтажное дошкольное учреждение, рассчитанное на 220 мест, построено в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путином. Штат из 80 работников уже укомплектован. Сейчас руководство активно набирает ребят на 10 групп. У нас ведется строго электронная очередь. Дети принимаются по электронной очереди. Делается акцент на ясельную группу. Это получается у нас первая младшая группа. Это дети с двух до трех лет. На данный момент мы набрали четыре ясельных группы. Также у нас мы собрали молодой энергичный коллектив. Девочки прошли профессиональную переподготовку по федеральной образовательной программе дошкольного образования и уже готовы приступить к своей работе. В числе работников порядка 20 воспитателей. В штате есть медработник, психолог и логопед. Почти все местные, а это дополнительные рабочие места для села. Так трудоустроилась и Хеда Узиева. Сюда же будет ходить ее дочь Хадижа. Детям очень понравится сад. Очень красивый, оснащенный. Дети, которые приходили сюда, уходили с восторгом. Хотим выразить огромную благодарность всем, кто посодействовал открытию такого прекрасного сада. Порадует детей двор дошкольного учреждения. Здесь установлены спортивные игровые площадки с качелями, беседками и горками для юных любителей активного отдыха. На первое время здесь будет воспитываться порядка 180 детей. Но набор дошкольного учреждения еще продолжается. Дана Плеева, Алисхан Горовожев, Новости 24.